Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Екатерина Александровна. Звонок поступает из отдела реструктуризации. Банк Тинькофф. А Ирину Васильевну пригласите, пожалуйста, к телефону? Нет, она не подойдет. В какой причине? Ну, дело в том, что не хочет она разговаривать. А вы кем ей приходите? Старший брат. Как вас зовут? Как могу к вам обратиться? Дмитрий Владимирович. Дмитрий? Евгеньевич. Очень приятно, Дмитрий Евгеньевич. Сомневаюсь. А почему ваша сестра не собирается с нами общаться? Почему у нее нет желания? А потому, что она боится быть обманутой. Обманутой в чем? В чем? В том-то и дело, знать бы в чем такая, может быть, и поспокойнее себя чувствовала. Я из-за этого приехал за 4 тысячи километров помочь своей сестре. А вы чем готовы помочь своей сестре? Ну, буду разбираться с ее кредиторами, в том числе и с Тиньковым. А у нее помимо нашего банка есть еще, да? Ну, это вас не должно сейчас касаться. Ну, вы уже об этом сказали. У нас есть еще запросы сторонних банков, которые, в принципе, мы видим. А что вы там видите? А что вас рассмешило-то, я не уверена. Что? Вот тут вот вы, бред, который вы несете, вот вы начали обманывать. Вот этого она и боится, что на каждом шагу ее обманывают. Еще раз повторяю. Я приехал не просто так, из праздного любопытства. Я юрист. И я буду общаться с банками. И, пожалуйста, не надо нести околесицу, что у вас есть возможность получить информацию личную про ее взаимоотношения с другими банками. Потому что противозаконно выдавать информацию... А вы что, послушайте, а кто говорит, что кто-то какую-то информацию передает? А вы будете просто так посылать запросы в другие банки, не ожидая от них ответа? А вы что, не знаете, что у банков есть такая возможность, и банки непосредственно могут это сделать? На каком основании, просветите меня глупого. Банк может разглашать информацию, которую ему доверил клиент. А запрос об ухудшении ситуации в банках почему нет? По кочину нет. Это называется банковская тайна. Девушка, я вас умоляю, перестаньте нести околесицу. Но о чем вы говорите? Господи, давайте по делу поговорим. Не надо позориться. Давайте поговорим. Скажите, пожалуйста, вы каким образом собираетесь вопрос решать? Юридически. Нашим банком. Юридически. Ну, например, юридическим каким образом? По обстановке. Положительной. По обстановке? Да. Тогда, может быть, вы поясните, почему она тогда прекратила платежи в банк? Да потому что нет ни одного документа, подтверждающих отношения с этим банком у нее, позволяющим вам требовать с нее какие-то вообще деньги. На основании закона о банках и банковской деятельности все отношения, связанные, так скажем, с форматом «дал-взял», должны подкрепляться долговой распиской, кредитным договором. Я перерыл все документы, относящиеся к банку Тинькофф и ничего не нашел, кроме оферты, с которой неуместно в данном конкретном случае и с офертой в суд ходить. Я вам не рекомендую. Подождите, а помимо оферты есть непосредственно договор, который хранится у нас в банке. А почему нет второго экземпляра у клиента? А где ваш банк? Стоп, стоп, стоп. А где находится ваш банк? Адрес. Клиентский офис. Куда я приеду сам лично? Нету клиентского офиса. Где заключался договор? Где заключался договор? Наверняка ей на дом привозили кредитную... Кто? Кто? Какой еще курьер? Договор, знаете, как в договоре написано? Банк такой-то, такой-то, в лице сотрудника, такого-то, такого-то, действующего на основании доверенности номер такой-то, такой-то. Заключил в Попкином с Иваном Ивановичем договор займа, кредитный договор, какой угодно, договор аренды и так далее. Но только не курьер. Курьер не правомочен ставить на договорах такого значения свои автографы. И этот договор, я в суде, и этот договор в суде, я совершенно спокойно квалифицирую как незаключенный, если он есть. И там не будет автографа моей сестры. Дмитрий Евгеньевич, у нас есть неопровержимые доказательства. А какие? Ваша сестра непосредственно наверняка стоит у себя в квартире, держит заявление анкет, в которой она, собственно, ручно... В чем неопровержимость этого всего? В чем у нас есть доказательства, паспортные данные и так далее. И что? Договор с банком Тинькофф может она заказать. Обратиться к нам в банк, заказать... Да вы поймите, душа моя, вас жестоко обманули ваши работодатели. В юридическом формате это работает только с некомпетентными заемщиками, которые не понимают, как себя защищать. Когда идет одностороннее давление со стороны банка, со мной у вас ничего не получится. Договор будет признан незаключенным, ничтожным. 452-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Я буду представлять свою сестру на основании доверенности, на основании договора. Сначала предоставьте, пожалуйста, эту доверенность, чтобы мы могли непосредственно... Я с вами вообще могу не общаться. Если у вас есть претензии к моей сестре, я вас посылаю на три буквы. Нет, вы не можете в пласть. Это суд. Я вас посылаю в суд, друзья мои. Почему? Не хотите, если вы считаете, что ваши права ущемлены. Если вы считаете, что моя сестра воспользовалась вашими средствами и не отдает их незаконно, в гражданско-правовом формате, в правовом государстве принято обращаться в суд. Запомните это. А куда еще? Куда еще вы обратитесь? Эффективно, чтобы получить... Куда? Ну, например, у нас есть статья 382-я. И что? Гражданского кодекса Российской Федерации. И там говорится о том, что вы вправе требовать. Ну, требуйте. Не вправе требовать. Вы не знаете, разве... Одностороннее расторжение договора, выставление окончательной суммы. Вы это имеете в виду? Нет, это 811-я статья. Ну, а что вы хотите мне сказать? А 382-я статья подразумевает, чтобы переступить за должность коллекторским агентством. И сотрудничать с нашим банком она не может. Да ради бога, делайте это. А какая разница, с кем мне взаимодействовать? Или что, коллекторы на дыбу мою сестру посадят, или что? Прежде, ну, я не знаю, как, в общем-то, они будут... Ну, так вот, прежде чем претендовать на взаимодействие моей сестры с коллекторами, на основании 230-го федерального закона статьи 9, вы должны будете уведомить, что передали право требования. Но уже в ваш банк по адресу корреспонденции отправлено письмо, где мы запретили передачу персональных данных, отозвали свое согласие, и на основании закона теперь вы не имеете права это делать. Когда это было письмо отправлено? Это уже вас не касается. Позавчера, 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 в субботу, в субботу. Ну, так скорее, у вас есть время, у вас есть время еще передать. У вас есть время ровно 4 дня, пока письмо дойдет. Поэтому апеллировать именно поступлением данного письма и отзыва персональных данных вы не можете. Девушка, дорогая моя, у меня в руках лежат почтовые документы, и письмо считается отправленным, когда на почте была выписана бумажка специальная. Расскажите, куда отправить уведомления для вашей сестры лучше? А? По адресу регистрации, вся переписка? Вот вы правильно, вот здесь вы подхватили правильно. Мы сейчас претендуем на письменный формат общения. Разговаривать с вами мы отказываемся, и будем общаться с вами только письменно. По письменному формату, безусловно, только по письменному формату не получится. Только, исключительно. Получится. Не получится. Не получится. Что же вы сделали? А, ну звоните. Да звоните, хоть и звоните. Презвольствия выходов из сложившейся ситуации предложения программ рецепторизации. Ой, какие вы глупые, а. Вот в Тинькофф набирают, вот мне вчера прислал мой клиент. Наверняка вам точно так же в свое время пришло на электронную почту предложение, типа, хватит мыть, давай занимайся делом, и вам инструкция пришла, как стать удаленным сотрудником банка Тинькофф, да? Девушка, мне опять... Нет, никогда этого не было. Не было, и каким же образом... Мне никогда не было, да, на вопрос. И каким образом вы оказались сейчас гарнитурой на башке? Нет, это не имеет никакого отношения к нашему... Вы знаете, если предметно к этому подходить, то очень большое значение имеет, потому что вы не имеете права вообще выяснять что-либо о моей сестре. Раз вы говорите о том, что вы намерены представлять женщину, намерены помогать ей... Да, я намерен. На основании доверенности, на основании ее личной просьбы, на основании того, что она мой родственник ближайший. Вот, на каком основании. Понимаете? Когда доверенность вышли? Да зачем мне вам вообще какие-то эти навстречу шаги делать, а? Вот скажите, пожалуйста. Что значит навстречу? Ну зачем, что, зачем, зачем? Понимаете, вот как ситуация сложится? Это документ, который подтверждает, что вы... Мне это зачем? Мне это зачем? Я делаю огромное одолжение, что с вами продолжаю разговор. Огромнейшее одолжение. Наташа, я с коллектором разговариваю. Что, срочно что-то? Дмитрий Евгеньевич, вы как-то, в общем-то, меня неправильно позиционируете к своему собеседнику. Я не являюсь коллектором. Да это мое мнение, понимаете? Я сказал сейчас своей супруге, что я разговариваю с коллектором. Если вам постыдно... Мне совершенно не стыдно. У меня должность совершенно другая. Представляю, я при интересе банка Тиньку. Да ладно, хорошо, хорошо. Не коллектор вы. Просто обычный звонай. И по поводу высказать. Я думаю, что... Вы ничего не решаете. Вот спорим? Давайте элементарно, элементарно. Перестаньте трындеть. Вы ничего не решаете. Вы совершенно некомпетентный человек. Вы работаете по скрипту, по бумажке, которая вам написана. Откуда у вас столько информации? Дорогая моя, я несколько лет занимаюсь респруденцией. И последние четыре с половиной года занимаюсь помощью людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. Общество с ограниченной ответственностью АЛЯМ. Берите ручку, записывайте. Да, давайте я записываю. Да, общество с ограниченной ответственностью АЛЯМ. А, Л, Л, И, А, М. Две Л в середине слова. Руководитель, комиссар Дмитрий Евгеньевич. Только, пожалуйста, посмотрите, с кем вам повезло сегодня поговорить. И, пожалуйста, перестаньте мне нести околесицу. Просто молча положите трубку. И возьмите... Вы хотите со мной побеседовать? Это ваш выбор. Я информацию всю зафиксировала для сотрудников, которые, я думаю... Для таких же бестолковых, да? Но я думаю, что, Дмитрий Евгеньевич, это вас не красит, когда вы так... Не обманывайте, не обманывайте, что вы думаете. Сотрудникам банка Тинков нечем думать. Это уже давным-давно известно. Это мошенническая контора, которая обкрадывает население страны. Вы за ту косточку, которую вам Олег кидает, готовы ободрать последнее с любой пенсионерки, с бабушки, с дедушки, рассказав им какие-то страшилки. И вы, судя по голосу, еще молодая девушка, но я бы вам не рекомендовал вообще на этой работе находиться, потому что детям... Но я сама решу. Ой, да решите, решите вы, конечно, решите, но послушайте дельного совета. Есть другие работы на Белом Свете. Не нужны мне ваши советы, не нужны мне ваши советы. Очень жаль. Дмитрий Евгеньевич, в общем-то информацию я зафиксировала. Спасибо вам за общение. До свидания. Пожалуйста. Надо трубку положить. Ну там не трубку, что вы, выключать кнопку надо? Или нету кнопки? Полностью, да? Полностью не зависит от вас ничего. Правда? Пока сама аппаратура не выключится, вы вынуждены слушать меня. И не можете перейти к следующему собеседнику. Да, вы сейчас очень сильно надеетесь, что кто-нибудь не такой, как вот этот предыдущий собеседник возьмет трубку и вы на нем оторветесь. Не забывайте, 230-й федеральный закон. После того, как посмотрите про Алям, обязательно наберите 230-й федеральный закон. Посмотрите, почитайте, обалдеете от того, что вы нарушаете, как вы себя ведете. Как далека ваша деятельность от закона? Каким образом вас обманывают, вы уже сами решаете. Но вы работаете на той работе, которая не стоит ничего. Она не заслуживает никакого уважения от людей, от вас. И когда вы сказали, что сами будете решать, я вам напомню, у вас еще наверняка нет детей. И если они будут, они наверняка спросят, мама, чем ты занималась? Друзья мои, сейчас этот коллектор, может быть, и меня и не слышит, но я своим подписчикам обращаюсь к слушателям моего канала. Не бойтесь их. Все очень легко и просто. Не идите у них на поводу. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. На связи был Кузнецов Дмитрий. Центр юридической защиты. Компания Алиам. Ну, а коллектору привет. Буквально завтра к утру ты будешь звездой Ютьюба. На канале Кузнецова Дмитрия. Пожалуйста, посмотри по нему Алиама в Ютьюбе набери. Канал Кузнецова Дмитрия. Алиам. На этом все. До свидания, друзья мои. Всего вам хорошего, счастья, благополучия. Ну и финансовой свободы, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok.